Здравствуйте! В студии Фонтанки Лайф Венера Галеева. Поэт, ученый и основоположник бардовской песни Александр Городницкий отреагировал на прошедший 22 марта в Петербурге так называемый Международный Русский Консервативный Форум, который по факту стал съездом европейских националистов. Сегодня Александр Моисеевич на связи с нашей студией по скайпу. Александр Моисеевич, здравствуйте! Вы слышите нас? Добрый день, здравствуйте! Прочтите, пожалуйста, стихотворение, которое стало вашей реакцией. Да, это стихотворение, потому что для меня шоком просто было, нервным шоком и источником возмущения вот это мероприятие, которое я считаю оскорбительным для моего родного города, и для Ленинграда, для памяти сотен тысяч ленинградцев и наших солдат замечательно, погибших при защите Ленинграда. И я считаю необходимым просто на дело прореагировать. Вот такое короткое стихотворение. Тот, кто сдал сегодня Питер под нацистский съезд, тот опавших ноги вытер, что лежат отрезки. Нам, блокадникам, не дали нынче раздают. Мы в войну его не сдали, а они сдают. Вот мне кажется возмутительным, что, понимаете, если фашисты не взяли нас военным путем, я вот считаю себя патриотом, сейчас много говорят о патриотике. Я люблю свою родную страну, я люблю Россию. И считаю весьма опасной для России возможность вот этой агрессии, грязного вируса нацизма, который сейчас начинает нам заводить уже из Европы. И вот что значит этот съезд? Это что самое ест? Это значит, что мы сейчас находимся в состоянии, так сказать, подверженным влиянию чужого еще нацизма. Так вот у нас нашего доморочного не хватит. Понимаете, особенно в Ленинграде, накануне Дня Победы, накануне 70-летия, великая победа над фашизмом, разгромив его, сняв эту угрозу с мира, зачем мы снова все это делаем? Зачем мы пускаем этих людей сюда и устроим нас здесь, да еще в городе русской славы, в моем родном Питере, где на Пискаревке лежат сотни тысяч людей? Не оскорбительно ли это для нас, для всех, для ленинградцев? Я старый человек, и мне оскорбительно само вот это сознание того, что такой съезд проходит в моем родном Питере. Александр Моисеевич, какой должна была бы быть реакция властей на сами планы по проведению такого рода съезда? Я полагаю, что реакция властей должна была быть отрицательной, потому что я все-таки надеюсь на то, что мы живем в демократической России, и мы живем в стране, которая борется с фашизмом, а не просто, так сказать, просто декларирует какие-то политические вещи, а это же самый настоящий фашизм, причем такой, идущий к нам из Европы. Мы говорим о независимой России, о том, что Россия должна оставаться с колен и прочее. Да, нам, чтобы стать с колен, надо прежде всего избавиться от грязного вируса нацизма. То есть Россия многонациональная страна, многоконфессионная страна, понимаете, потому что любой нацизм в России, он грозит распадом нашей великой страны, понимаете? Это же не мононациональная страна, как, например, Германия, Франция и так далее. Поэтому для России, прежде всего, для ее целостности, для ее счастья, для ее будущего необходимо нетерпимое отношение к любой форме проявления нацизма. Строчки, которые вы сейчас зачитали, сегодня процитировали многие СМИ Санкт-Петербурга, и наверняка вам поступало много отзывов на эти строки. Скажите, какая-то реакция была со стороны представителей власти? Может быть, кто-то из чиновников, кто-то из правительства Санкт-Петербурга? Я не знаю, я, честно говоря, это написано вчера вечером, я поместил это в интернет, я пока не получал никакой реакции, потому что я, в принципе, не пользуюсь Фейсбуком, но пока не ходил Фейсбук и никуда, но, в принципе, я надеюсь на то, что мои земляки, ленинградцы, что потомки тех, кто погиб, защищая наш родной город, и вообще все нормальные русские люди, и все люди, которые хотят счастья нашей стране, что они положительно отнесутся к этому строчку. Александр Моисеевич, вы воспользовались не совсем обычным способом распространения стихотворения. В Фейсбуке, насколько я понимаю, странички у вас нет, поэтому вы по почте разослали своим знакомым, друзьям, журналистам это стихотворение с просьбой распространить, с просьбой передать, в свою очередь, своим друзьям. Как вы думаете, можно ли сегодня противостоять с помощью поэзии, с помощью стихов, ну, фактически, государственной политики? Я думаю, да, потому что, понимаете, все-таки поэт в России больше, чем поэт, как сказал Женя Сушенко. И, кроме того, все-таки, слава Богу, у нас читающие люди, и люди, которые и в поэзии, и в литературе относятся с большим, так сказать, историческим уважением. Более того, я считаю, что долг поэтам и пишущих людей, не только меняя, но и о себе говорю, в меру своих слабых сил всегда реагировать, быть гражданином. Вот, как писал великий русский поэт, поэтому, что не будет гражданином быть обязан. Понимаете, если люди относятся к нам с доверием, мы должны оправдывать это доверие и реагировать на наиболее такие болезненные, может быть, но очень важные для нашей жизни повороты в судьбе своего действа. В одном из ваших интервью, которое вы давали еще в 2009 году, есть такие слова «Россия просто беременна нацизмом». То есть, фактически, еще в 2009 году вы говорили, что вот это вот состояние приближается. Но беременность — это состояние временное, которое приводит к какому-то результату. Вот скажите, этот результат у нас уже есть, или все-таки есть надежда на какой-то выход из ситуации? Да нет, Леонидов, понимаете, вот честно говоря, я хочу сказать, что я не верю в то, что нацизм может в России победить. Я не верю в то, что такая великая страна, великая история, великая культура, страна, которая создала в свое время величайшую империю, проросиловое сотрудничество народа по существу. Тем, что вся и штука, что русский язык стал же основой для культурного развития целого ряда стран, которые будут с нами вместе. И вот то, что происходит сейчас, мне очень горит, надо смотреть, потому что я старый человек, и я верю в то, что Россия, как великое сотрудничество народа, в некоторых словах империя, то она должна существовать. А какое же сотрудничество народа, если мы будем, так сказать, истреблять друг друга в межконфессиональных, нацистских и так далее, мелких, больших войнах? Вот сейчас очень сложное время, очень сложное время. А вот чем же вы тогда можете объяснить растущую популярность идеи национализма? И то, что у нас некоторые молодежные слои просто склоняются к неонацизму, например? Ну, понимаете, я думаю, что в Европе, я думаю, это стимулируется проникновением мусульманским пунктиалистов, и вот этими терактами, и этим исламским государством, если можно назвать государством, эту банду огромную, да? И что, конечно, это действие рождает противодействие, поэтому ведь не только у нас, но вот смотрите, и на муниципальных выборах по Франции, это недавно совсем, там правые очень много набрали очков, выиграли, получили все выборы и прочее. И вот это противостояние у меня, понимаете, даже и было такое стихотворение не про нас, про Европу, вот лет пять написанное, что-то сейчас хмуро растет на тревожных брежек Европы, где джихадисты с одной стороны и нацисты с другой, понимаете? Если у нас с обеих сторон окажутся только радикалы, то есть убийцы, теракты, военные столкновения, это ничего хорошего не будет. Я верю все-таки в то, что можно без нацизма, без джихада, без так-то попытаться, иначе мир погибнет в этом противостоянии, в том числе и штука, вот. Мне очень хотелось бы, чтобы этого всего не было, чтобы этого всего не было. Вот, что касается ситуации, 9 год, это вот, понимаете, ну, оно как-то то туда, то сюда, но, к сожалению, лучше не стало. В общем, лучше не стало. А что бы вы посоветовали сегодня молодежи, которая в поисках своей какой-то внутренней идентичности, национальной идентичности, может быть, увлекается какими-то завиральными идеями? Ну, знаете, я бы хотел бы надеть, чтобы знать нашу отечественную историю, историю нашей отечественной войны, истоки вот той угрозы, чудовищной угрозы, которую гитлеровская Германия несла всему миру и прежесть всего России. И какой ценой, и какую кровь, особенно мы, генинградцы, какой ценой было заплачено за это все, понимаете? Потому что надо, чтобы мальчики и девочки все-таки понимали, а многие сейчас этого не знают, и как-то к этому относятся очень несерьезно, как-то путают, так сказать, там, Вторую мировую с Троянской, я не знаю. Вот, это первое. Это первое. И второе, конечно, надо учить в виде толерантности. Толерантности по отношению к людям другой нации, по отношению к людям, может быть, другой конфессии. Потому что именно вот эта нетерпимость, она и ведет к тому, что особенно молодые люди в период такой активности, нетерпимости, активности такой общественной и так далее, и неловко пользоваться их, легко зомбировать, и направить их, и сделать их убийцами, и так далее, и так далее, как и было в фашистской Германии, и так далее, и так далее, и тому подобное. Понимаете, есть много охотников сейчас это делать. Понимаете, и я считаю, что здесь очень важна роль литературы, русской литературы, потому что мы обладаем великой классической русской литературой, где все написано, того же Толстого, и у многих других замечательных русских писателей. Понимаете? Потому что гуманная должна быть, должен быть гуманизм. Любовь надо проплевать, а не ненависть. Вот в чем вся штука. И вот это очень сложная проблема. Это очень, особенно сейчас, когда идут брату-юдийские столкновения, и даже брату-юдийская война. Но, тем не менее, этим надо заниматься, иначе мы можем потерять свою страну. Не дай бог. Я вот сейчас выступлю в роли такого адвоката-дьявола, потому что вот вы говорите, что толерантность на это очень важно, но я прямо чувствую, как могут возразить сторонники какой-то другой идеологии, которые скажут, что хорошая толерантность приводит к тому, что какие-то ложные ценности захватывают умы россиян. Она приводит к тому, что какие-то люди из других земель могут просто прийти и захватить наши ресурсы, наши природные богатства, просто поселиться в наших городах. Ну, понимаете, да? Вот что можно на это возразить? Я думаю, что это реально и практически невозможно. То есть мы сами не будем сдавать свои ресурсы в аренду и так далее, то никто у нас вооруженной силой, никто ничего никогда у России не отнимет. Не было в истории такого примера, чтобы кто-то мог нас победить, оккупировав, уничтожив и так далее. Я верю свою страну в этом отношении. Но гораздо большая, к сожалению, опасность в том, что мы сами начнем все это раздавать другим державам, другим этим, концессии под, так сказать, временные и так далее. И тут уничтожна очень долновидная политика, чтобы сохранить это все, понимаете? Особенно наши природные ресурсы, которые у нас одни из самых богатых вообще говоря в мире. Понимаете, я не верю в военное противостояние между нами и окружающим миром, потому что это было бы для нас убийством, и это было бы преступлением. Потому что мне, понимаете, вот то, что сейчас у нас начинается пропаганда того, что мы в окружении врагов, я уже слышал однажды, когда был мальчишкой в конце 30-х годов при Сталине, когда нас воспитывали, что мы в окружении, что все враги, вранье это все. Потому что мы сами не должны превращать окружающие страны в наших врагов. Понимаете? Иначе мы... Путь России не в изоляции. Не в изоляции. А путь России во главе международного сообщества, которое будет вести все человечество в цивилизацию и прогрессу. И Россия должна передовые места в этом месте заниматься. Они не превращаться в Северную Корею. Вот что я считаю. Как вы думаете, достаточно ли ясной и однозначной была реакция общественности на вот этот так называемый международный форум, который произошел 22 марта в гостинице в Петербурге, для того, чтобы быть уверенным, что больше такое не повторится, что больше европейские националисты не приедут на сборище сюда? Слава Богу, все-таки общественность есть. Есть у нас гражданское общество. И реакция, в общем-то, я считаю, абсолютно естественная. Вообще, я считаю по-другому, что в Ленинграде в наше время полиция раздумевает антифашистов. Могли ли мы в конце 30-х годов, даже, так сказать, в страшном сне, что бы это могло показаться. Не фашистов, заметьте, антифашистов. Вот это, я не думаю, что я этого дожил. Понимаете, стыдно даже об этом думать и говорить. Но я думаю и надеюсь, что все-таки то, что произошло, будет очень хорошим показательным уроком для тех чиновников, которые этого не понимают. Хорошо бы поняли сейчас. Потому что можно успеть такой момент, что те люди, которые поддерживают вот этих самых нацистов, они могут попасть в контроль, недооценивая их. И тогда вот начнется уже необратимое событие. Вот недалеко я об этом не хотел. Александр Моисеевич, спасибо большое за интервью. Спасибо большое, что вышли на связь. Спасибо. Фонтанка Лайф прощается с вами. Всего вам самого лучшего. Берегите себя. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok